здравствуйте уважаемые зрители канала винограды с 1 дачи дачники владельцы приусадебных участках задают мне такой вопрос как лучше содержать почву в саду на винограднике ну для виноградника идеальное содержание это конечно под черным паром вот тогда когда вы каждый год перекапываете а я перекапываю два раза на год то уничтожаете многие всяких вредителей сада и огорода вот это здесь вот видите дорожка такая вот такие плиты лежат чтобы по ним можно было ходить вот когда говорю вот это копала дочь так ты же копаем дорожку это она зачем ее копать а затем что именно под вот этими плитами вот видите какие тут ходы ходы норы ну вот в общем вредителя тут достаточно живет и вот это пока я сегодня перекопал сейчас еще здесь вы видите бурьян порядок на водится вот участок такой дачный террасированный что тогда давали то что ненужное непригодное никуда яры горбы да так вот я перекапаю и выкопал сегодня уже не одну может быть штук пять таких крупных личинок хруща а он его вредность именно в личинке она может в грунте сидеть до пяти лет и поедать корни ваших деревьев винограда а потом вы смотрите какой-то рукав винограда засох так это возможно потому что его подъела личинка съела кусок этого корня ну и также были медведки тоже большие такие как раз для того чтобы самов ловить ну такой вопрос а все-таки можно что-то посадить между рядами ну конечно можно сидираты посеять очень хорошо кстати и удобрения я не почву приводят норму если она была кислая слишком или щелочная то именно некоторые травы сидиратов вот делают ее нормально это очень хорошо ну плюс того удобрения ну и вот эта перекопка она еще важно тем что на глубину штыка здесь нет корней нет корней винограда вот а если плиты оставить так то корни вылазят влага там сохраняется на солнышке нагревается это уже проверено опытом ну вот таким образом ну и в этом году в этом году я вот покажу я вот эту всю площадь засадил луком вот видите он подходил лук лук чем хороший во первых будет лук во вторых ну вот сейчас появился такой вредитель который очень много многим задает всяких хлопот это буйволовидная цикадка или горбатка буйвол вот так вот как она живет и размножается она в августе на винограде так она на молодых побегах на зеленых побегах делать кольцевое делает кольцевое отложение яиц а вот весной в это время из яиц вылупляются побег тут потом засыхает вот вылупляются личинки они падают на землю и питаются именно травой клубника очень хорошая клубника вообще гадостная вещь вот ноги выращивают между рядях но дело в том что хрущи в нее заводятся очень хорошо подъедают корни и получается ни клубники не это и цикадка падает и хорошо кушает все растения кроме лука и чеснока вот поэтому я лук посадил а цикадки у меня нету еще может быть потому что вот на моем участке много дикого чеснока вы видите ну тут я на него наступил вот он красиво цветет съедобный в пищу сейчас я вам покажу вот цветет он шарики такие большие большие вот это вот видите вот это дикий чеснок у него маленькая такая маленькая такая головка нет вырвалась вот видите ну пока зеленый вот в таком возрасте он вполне съедобен можно зажарку делать салат до супа ну а потом с него он становится таким очень дубовым и конечно пищу непригоден а пока это но возможно из-за того что тут и у меня цельные заросли вот цикадки это нет на это предположение ну а что касается лука и чеснока что их не любит цикадки это так пишет литература ну на этом все спасибо всем за внимание вот и до встречи в следующих видео до свидания а